ДОБРЫЙ ДИНЬ ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ ЭКСТЕРМИНАТУСА! С ВАМИ КОЧЕВНИК, И СЕГОДНЯ В ПРЕДВЕРИИ НАШЕГО ТУРНИРА 26 ДЕКАБРЯ Я НАЧИНАЮ СЕРИЮ СТРИМОВ ПО РЕПЛАЯМ СОЛЛШТОРМА. Мы будем смотреть хорошие игры, разные, 1х1, 2х2, 3х3. Отбой реплеев будет идти в прямом эфире, примерно через каждый второй день у меня на стриме, по вечерам, приходите. Сегодня мы смотрим игру. Давайте переключаться и включаться. Итак, поехали. Игра между красными кумачевыми Блада, Рэйвенами, СМ, внизу на карте Блад Ривер против страшного Хаосита, за который играет, собственно, человек Гахик. Сразу у нас пошли, собственно, здесь у нас пошли культисты. Два еретика форсят вперед Хаос Тембл. СМчики строят тоже у нас Чапельку. Первые скауты уже вышли, вторые вышли. Первые скауты бегут, так сказать, в разведку боем, как всегда. Разведка у СМ всегда очень интересная. К вам вбегает куча здоровых мужиков, строят на все стороны, орут Death to the Heretics, и потом убегают. Ну, такая вот разведка. Да. Почти готовы первые СМ. Третьи культисты выходят, встречают скаутов, начинают долбать в них, как я не знаю кто. Занимаются СМ-точки и строятся марины. Первые ХСМы прогоняют культистов. О, пройдите, прогоняют скаутов. Я буду немножко оговариваться, это нормально. Это нормально. Кто-то что-то захватил за хаос, это прекрасно. Скаутов прогоняют аж до дома. Навсекая, которые насекая. Все время читаю Навсекая, это нормально. Навсекая у нас... Да. Вынуждены отбиваться. С ХСМами будет тяженько, но СМы выходят, и уже не так скучно. Не так скучно СМу отмахиваться от Клятого Хаоса. В конце концов, Клятый Хаос вынужден отступить. Поклонники трупа на троне пушат. Прогоняют ХСМов. Второй сквот СМов. Дома. Пока толком ничего, только культисты и ХСМы. ХСМов выполняют отряд. Но в целом ситуация стабилизируется. СМ на своей половинке, ХСМ на своей половинке. Занимаются реквы. Правда, вот эту точку я почему-то не занята, не совсем понимаю, почему. Ну, допустим. Так, Релик занимается Северным Хаосом. ХСМом пытаются попушить. Тут два отряда ССМов, и даже с учетом того, что их, как бы, вроде бы, как бы, по фигуркам не намного больше, но ситуация для ХСМов не очень приятная. Ставится КС Лорд, что прекрасно. Ставится ли Форс Командер? Форс Командер заказан. Чуть-чуть раньше будет КС Лорд, поэтому этим СМ тут ловить, в общем-то, особо нечего. Ну, и то, чтобы совсем нечего, но и то, чтобы совсем есть чего. Скауты пытаются сбить за занятие Релика. Культисты уходят в рукопашную, правильно делают. Прогоняют отсюда скаутов. Культисты, культисты, культисты. Вот ситуация неприятная. Лестинг-посты обижают СМ, и даже не совсем можно понять, что же делать. Ставится первый энергоблок у Хаоса. Рукопашная. Ну, кстати, зря. Скауты зря вот резут. Ей, фаталити! А нечего маленьких обижать, правильно? Маленьких? А, нельзя. Почти готов Форс Командер. Почти готов Форс Командер. Сейчас он пафосно выбежит и всем объяснит, кто тут неправ. И, в общем, на этом месте культистам надо сваливать. Да, типа, что тут еще отряд скаутов, тут ловить нечего, в общем-то. КСМ у нас воюют за... КСМовский релик. Пытаются не дать занять его, в принципе, он занят. Главное, не дать закрепиться СМ. Прогоняют КСМ, в принципе, от своих точек. Не совсем понятно. Нет, хорошо, хорошо, хорошо. Прогоняем. Ну, откровенно говоря, Спейс Марина тут сильно больше. Блад Рейвена выгоняет Хаосита. Хаосита нет сил. Листник-посты стоят, арморка есть. Делается еще один отряд ХСМов. Энергия есть ли у Спейс Марина? Нет, это значит, что, по крайней мере, Тир-2 очень может быть, что будет раньше, чем... Раньше у Хаоса, чем у СМа, причем, может быть, даже сильно раньше, в зависимости от того, насколько сильно затупит с постановкой энергии товарищ СМ. Делаются плазма-пистолы на офицеров и командира. Если плазма-пистолы доделаются, а не доделаются, будет не так приятно бодаться с ХСМ. Тут, в принципе, два склода. На два склода. О-о-о, Хэви Болтер вешает СМ. Он собирается здесь остаться, так сказать. Остаться навсегда. Еще один, третий отряд СМов. Здесь огребают немножко скауты. Листник-пост на религии Хаос ставит. Успевает, походу, достроиться. Да, успеет достроиться Хэви Болтер. А это значит, что СМ начинает здесь закрепляться. Радостный Форс Коммандер расстреливает из своей пукалки на Снегпост, но противопоставить ему тупо нечего. Будет ли у нас пулемет? Пулемета нет, есть сержанты. Но не более того. Гранаты делаются, это хорошо. Давайте глянем. По стрелушке, по стрелушке. Ну, Форс Коммандера, наверное, надо увести. Но главное, что Хэви Болтер достроился. То есть... Выбить отсюда с этой позиции Спейс Марина становится все сложнее. Тем более, что здесь два кавера. И... Как бы... Все очень печально для Хаоса. Начинается раздалбливание недочиги на листином поста. Это минус листинг-пост. У Хаоса плюс 80, плюс 20. Сейчас будет меньше. 74 на 20. Два геныча уже готовы. Занимается Релик. Отсюда, кстати, выбит Скаут. Скаут в этот момент занимает у Сэма центральный и боковой. Напомню, что на нашем турнире 26 декабря, в который вы можете свободно подписаться, не будет контроля и критов. Будут исключительно... Аннигиляция условия победы. То есть уничтожение всех производственных зданий. Что, мне кажется, вполне нормальным. Ставятся два геныча от Сэма. Тоже он хочет переходить во всякое. Но здесь в Тир-2 уже пошел переход. Уже 30% Тир-2 у Хаоса Сэма. И Сэм сильно отстает. Сейчас посмотрим, когда он закажет. Ну, да, вот видите. То есть убиваются листин-посты практически безнаказанно. И что с этим делать? Еще третий плазм ставится. 50% перехода. Наконец заказан переход. Да, заказан переход и у Сэма на второй Тир. Но отставание... Ну, отставание где-то на серединочку. То есть где-то, ну, чуть меньше, конечно. Где-то процента на 40 отставания. По переходу на Тир-2. Вопрос в том, что он будет делать. Второй, вторая листин-пост. Вот эти точки надо как-то оборонить. А теперь их можно очень легко задекапить. И главное, Сэма тут реально много. Правильно, я согласен. Я согласен чуть больше, чем полностью. Уже, ну, как вы могли заметить, идет победа по критам. Правда, победа по критам достаточно не так уж просто. Насекая забывает про своего бойца. Который должен, по идее, выбить отсюда культистов. Два из трех за культистами. Ой, за СМ-ми, простите. Не совсем кто сказал. Арморка готова. Ставится Бионика. Это на увеличение ХП и прочей прелести. То есть жирнее становится Спейс-Марина. Хотя, казалось бы, куда уж. Куда уж. Они так бы депозитивны по самому не балуюсь. Сорка делается. Тир-2 перешел. Делается Сорка. И Сорка и Машин-Пит. И они попытаются отсюда тогда выбивать Сорка и Машин-Пит. Выбивать отсюда Спейс-Марина. Культисты немножко попадают под раздачу. Тут два отряда скотов. Поэтому не все так однозначно, что называется. Эти, кстати, так и стоят. Нет, вторые решают просто посмотреть. Э, там по нашим стреляют. Каким нашим? Нет тут никаких наших. Эти соседние, понимаешь, компании товарищей. Нам плевать. А что вы уходите-то? Не, он наконец сдвинут из места. Культисты сваливают. Крит за Декаплин. И выходит Сорка. И Райна. С Райном может быть повеселее. Капеллан. Капеллан это не очень приятно. Это плохая новость. Плазма-пистола доделана у Спейс-Марина. Значит, дамага будет больше. Райна это интересное решение, в принципе, потому что... Надо как бы преодолевать расстояние и вышибать противника. Правда, вот это Райна уже в курсе СМ. Быстрый минус-сквот. И СМ переходит в наступление немедленно просто. Он сейчас перезаймет просто эти точки. Ну, по крайней мере, задекапит. Что у нас строится? Талант делается. И увеличение тяжелого вооружения. Пулеметы уже есть. И СМ тут же погребает. Но вопрос в том, что, в общем, огребать-то он огребает. Вопрос же не в этом. Капеллан. Это отдельная проблема. Капелланов никто не любит. Сакрит релик. Вторые бионики, заказанные у СМа. Проблема не в этом. Ракетница делается на точке. И вот в этом проблема как раз. Как вы будете вскрывать эту линию обороны? Ну, с учетом того, что тут даблокавера и уже ракетница стоит. То есть, к Райану особо не подойдешь. Опять же, пулеметы, ракетницы делаются у СМа. Поэтому, ну, Райана будет тяженько. Пол ХП Райана теряет. Не будем мы заказывать? Нет? Ну, не будем так не будем. Надо больше войск, наверное. Что у нас по лимитам? У СМ из 7 пехотного лимита, 0 технологического. Зато сократ артефакт здесь 6 на 3. И завтык по техническому лимиту. Вот капа увеличивается техническая, потому что дефилеру некуда упрекнуться. Делается грейд на героев. Таргет файндеры на прицел. И Талон пролетает. Немножко попинается энергию. Тут 4 у нас Геннича. По этому моменту наступление на основную базу СМа идет. Кап технологически почти готов. Начинается расстрел. Не очень удачная позиция для СМа. Он стоит под ударом. Но вот Капеллан... Да, Капеллан это прям проблема. Капеллан это прям проблема. Но в ДКР уходит. А СМушка, потому что надо как-то вот издалека парить. Не так уж много фигурок, если вы заметите. Осталось у Спейсмарина. Гадкие лаеристы, в общем-то, не совсем хорошо себя чувствуют. Надо еще раз увеличивать Кап. Опять завтра к полимиту технологическому. Талон продолжает раздавать. О, уже минус 2 Геннича сделал. Лебрарка делается. Минус 2 Геннича неплохо, кстати. Талон, по крайней мере, точно окупился. Небольшое столкновение на негатив кавери. Основная драка у нас здесь. Ну, да, в Райна надо уходить и сваливать. Нет, все-таки многовато, многовато здесь. Многовато здесь маринада. Маринад делает нехорошие вещи. Ну, даже хрен знает. Лебрарка почти готова. Отступление под башню делает Спейсмарин. Вот эти две точки задекаплены. То есть денег сейчас сильно не хватает. 105 на 10 против 74 на 50. Энергии, конечно, дофига. О, вот так вот, месть. Вышивание рейсинг-постов талоном. Почему он играет? Ну, он, кстати, интересно. Небольшая драка около крита. 5 минут до победы СМ по критическим точкам. Ну. Ну, 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 ну. Ну, давайте, покажите нам класс. Капеллана я не люблю. То есть я, наоборот, его люблю, когда играю за Спейсмарина. И очень люблю, когда играю против. Третий Дейфилдерс, оказывается. Капеллан жирный. Капеллан прочный. Капеллан дамажащий. Вы говорите про Императора, я говорю вам, что есть Капеллан. Грейт на Ауру, которая увеличит дамаг нашим товарищам вокруг Форс Коммандера. Расстрел двух скаутов. И ХСМ просто приезжает на базу СМ. А, в общем-то, это тоже решение. Культисты бегут перезанимать криты. Точнее, декапить. Потому что, в общем, надо как-то превращать и прекращать вот это дело с отчетом времени. Начинается расстрел. А вот СМ, кстати, уже не так эффективно может войти. Обстрел идет из трех Дейфилдеров сразу. Хотя главку можно, конечно, потерять. Сейчас увидим. Так, готова Аура, готова Аура. Насекая, точнее, СМ пишет, что лол. Потому что действительно лол. Здесь пулеметы с плазмой. Четыре пулемета по каждому отряду. То есть полные пулеметные сквады. Четыре на данном трене на втором. И обуви размин главками. Не каждый день никого встретишь. Ой, определенно не каждый день. Но, шо делать. Тем не менее, СМ-то урон не получает. А вот Спейс Парена грибает от Дейфилдеров очень даже неплохо. Хотя артиллерийский Дейфилдер лучше, конечно, в рукопашную. Минус главка. Все герои живы. Плюс Аура. Но Саренда. Это будет минус Барак. Здесь оставляют Сорку бинать Барак. Откуда выйдет сейчас Асалтишки. Правда, не знаю, они с Соркой справятся. Тед промо-баф. Сразу перемещаются. Минус Еретик очень быстро. Чтобы не было постановки ничего. Минус Барак Хаоса. Пока все. И, походу, да. Походу, немножко заставтыкал Асалты не атакуют Сорку. И контролят СМ здесь. И Сорка сейчас добьет Барак СМ. Расстрел энергоблоков. Надо прорваться до Машин Пита, добить и выиграть. Но он, к сожалению, этого не может. Зато в спину заезжают Асалтишки. Прямо в спину, прямо в ХСМ. Асалтишки атакуют? Нет. ХСМ говорят, ха-ха, у нас есть Райана. Очень большие потери по фигуркам у Спейс Марина. Но все живы. Асалтишки попадают под раздачу в негатив кавери. Потеряют одну фигурку. Теряют, может быть, вторую, а вторую. С реальной дефидера все еще прекрасно себя чувствуют. Пока еще не под раздача. Вышиваются листинг-посты. Тут у нас культисты заходят на базу СМ. У СМ проблемы. У него, в общем-то, из производственных зданий остался один стакан артефакта. Если его убьют, это ГГ. И это ГГ. Шесть минут уже в этот раз по критам выигрывает Хаос. Начинается долбежка. Минус листинг-пост. Перезанимается листинг-пост. Расстрел продолжается. ХСМ расстреливают. Минус. Ооо. Минус. Слушайте, это Мисосалт. Это дорогого стоит. Ой, минус Райана. Да, это минус Райана. И минус отряд Ассалта. Ну, и ХСИ, настоящий в негативе. И минус Ходд Хаоса. Точку Ассалта действительно не сняли. Минус Лебрарка. Капеллан, правда, жив. Форс Командер жив. Но потеря Лебрарки тоже неприятна. Как дела у нашей Сорки? Сорка продолжает Харас. Перезанимаем просто в наглую мейн-базу СМ и Хаос. У нас вообще наглый шип-пец. Восстанавливается энергетическая независимость. Спейс-Марина. Блад Рейверы говорят, что они энергетически прекрасны. И не нуждаются, понимаете, никаких газовых преференций. Отступают. Остатки, так сказать, роты Спейс-Маринов вынуждены отступить. Восстанавливается главка. Восстанавливается главка и у Хаоса, и у Спейс-Марина. Но от всей армии Спейс-Марина осталось... Ну, два сквада. Было три, но сильно пробитые. Сколько денег на это убилось? Даже не знаю. Даже страшно подумать. О-о-о! И даже Хаос... Нет, решил не заниматься всё-таки. Страшно, страшно. Капеллан идёт. Отступай, дружище. Это Капеллан. Хотя, в общем, Хаос-Лорд, наверное, может типа пинаться. Ну, по крайней мере, под покрытием дефилеров. Опять атака, уже уменьшенными силами. Это, знаете, как обе армии стащились. И только что масштабные битвы перешли в противостояние двух род против двух взводов. Это вот... Печально. Талон очень сильно огребает. Надо его отводить. Дефилеры продолжают раздавать. Не дают нормально сосредоточиться на арморке. СМу, да, не очень приятно. Хаос-арморка выживает на 700 хп. Давайте посмотрим. Остался один Капеллан. Вообще в наглое. Вообще в наглое. СМ пишет, что он специально играет без техники. Сорка просто вышибает здесь туретку. Пытается выбить лесный хвост. Почти восстановлена мейн. Ну, в принципе, ракетница-то жива. У меня нет ощущения, что он выиграет. 670, 59 на 40. Вообще довольно сильно ресурсов накоплено у СМа. У... Ой, у Хаоса, пардон. У СМа стут... Да. У СМ уже как-то все... Как-то грустненько. Пошел пуш. Ай, они дизморали, дизморали. Ээээ, сорка. Минус сорка. Восстановлен Лебрариан. Что же ты творишь-то? Отступай. Убили. Выбили. Выбили ракетницу. Это важный был момент. Все, что осталось у СМа, это один квест. Один квест. Один сквот с апотекарием. Капеллан Лебрарко и главка. Главка без прикрытия. Так нечестно, пишет и СМ, но мне кажется, что уже все. Уже просто поздно. Честно или нечестно, но... Точки перезаняты. Хаос останавливает барак. И у СМа просто нет ресурсов, чтобы отбиваться. Уже 3D филлера бить их регулярно и нерегулярно нечем. Сорку, конечно, жалко, но что делать? Ничто уже не спасет. А, сервитер просто отваливается. Капеллан. Долго ли проживет Капеллан? Давайте посмотрим. Еще есть пауэр с вардами. Капеллан проживет недолго. Бам. И Капеллан пал. В одиночку Капеллан не выдержал. Лебрарин тоже еле жив. Я думаю, это ненадолго будет. Все. СМ пишет, что любит мясо, но, в общем, это, скорее всего, ГГ. Да. Тут уже не вырваться. Мясо зарешало, говорит СМ. Пытаюсь пояснить, почему он выбрал тот или иной путь игры. Я, говорит, без турели, говорит, не играю. Ну, тоже интересно. Тоже позиция. Почему нет? О, Дэмпэр. Да, да. Красивая. Красивая игра. Очень его постарались. СМ не дожал. Хотя в какой-то момент казалось, что все будет хорошо. Но из-за того, что у него дома на базе охраны не было вообще никакой. Ему просто снесли базу, снеслили слингпосты. А при этом он сам не смог прорваться через трех дефилеров сразу. Тут как. Без вариантов. Поздравляем. Хаос. Хаос победил. Славься, Хаос. Славься, родной. Поклонники трупа на троне остались неудел. Потеряв он, посмотрите, какие несчастные, несчастные СМ. Посмотрите, сколько тут трупов. Ужас. Ужас просто. Ну, давайте посмотрим статистику. Ну, собственно, видно, что, да. Хаосит умудрился больше убить, но и больше потерять. Я так понимаю. Нет, потерял больше, кстати. Нет, все правильно. СМ потерял больше, да. Я что-то смотрю просто подчеркнуто. Нормально. По ресурсам... Ну, вроде бы СМ больше собрал, но он больше потерял. И главное, он в героях потерял. Ну, ничего не сделаешь. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ждите следующего видео уже завтра. С вами был Кочевник. Участвуйте, пожалуйста, в турнире. Ссылка в описании. И... Славься, Хаос! Продолжение следует... Продолжение следует...